Доброго дня, друзья! С вами Александр Ли и мы на канале Бегер ТВ. Сегодня мы находимся в Аскубинске и сегодня рубрика «По здоровье». Мы в гостях у Кима Константина Васильевича. Константин Васильевич является мастером спорта по боксу, старшим тренером по боксу областной детской и детской школы Олимпийского резерва. Я тренировал олимпийского чемпиона, кто знает по боксу, это Ермахан Убраимов. Правильно? Ну, в общем, может сказать, что он не тренировал, просто он в этой школе был, в которой я был вверх. А тренировал у него были спреи. Ну, естественно, конечно, мы вылезали, одновременно странировали. Но он уже был готов. Ну, Константин Васильевич очень скромный человек. Да, вот сейчас он находится, хотя он находится на пенсии, да, и вы организовали, мы слышали специальную школу и группу здоровья здесь, в Хюмельске. Вот немножко можете сегодня об этом поделиться, об этой вот, что-то такое особенное мы слышали, и мы прям специально приехали с вами пообщаться. Что это за группа такая? Ну, знаете, по истории, когда осознание этой группы очень выходит далеко в таких годах, как 70-70-70-90 годов. Выполагив себе группу, который был такой Ян Николаевич Никуини, он был спортсменом, он почувствовал какие-то недомогания в своем организме, и сам занимался, и для того, чтобы ни одному не ходить в бассейн, он привел к несколько людей, и они как бы вот так и оперировались, и стали вместе заниматься, и там, когда он начал развиваться. Группа здоровья. И я к нему тоже пришел в свое время, когда почувствовал какие-то проблемы со здоровьем, стал ходить к нему. Вот где-то около, я ходил к нему лет 15. Потом в 2013 году с воздоровительным комплексом в 2007 году открыл себе бассейн, это рядом с моим домом. И я думаю, почему мне не воздоровит группу здоровья, поскольку, в общем-то, я сам почитанный спортсмен, я тренирующее специнговое образование, я родитель, я справился по-средневному. И я в 2014 году в моем месте облазил группу здоровья. Туда приходили люди, скажем так, с родственными заболеваниями, иногда просто для противаги, этого остеохондроза, адридератроза, некоторое сердечно-сосудничное заболевание. Мы устали с ними завернуться. Вот так вот, потихоньку, потихоньку, вот уже сейчас 2016 год, вот Амирково, потихоньку, потихоньку, мы вот так вот с ними работаем. Здравствуйте. 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 Вот женщина, вот что значит женщина? А сейчас губы накрасить. Раз будут на всю область показывать. А, и прям. Это по всему западному Казахстану. Губы накрасить. По всему Казахстану. Да, по всему Казахстану. Да, все равно же меня посильнее тонн от мороза. Красишь, не красишь. За звездителя. Ну что? Ну, в 7 часов я здесь лазю. Ну, хорошо. Мы с 6, мы с 6 живем. Мы же с 6 ходим, да. Ну, мне сейчас не сказали, поздно выйти. Поэтому я поздно. А так я выхожу без 15,7. Хорошо, не ветра нет. Хорошо. Ну, пойдемте, подходит сюда. Пойдемте. А вы куда? Я хоть сюда. Бригада У. Мне на работу надо. Ну, давай, первым фотографируйте. Да, все со мной. А там вам сам зарядку делать. Фотографируйте мне. Ну, что-то говорить? Здравствуйте, здравствуйте, еще раз. Мы сейчас находимся в городе Ак-Тубе. Это любители, клуб любителей, да, если можно выразиться? Здорового образа жизни. Здорового образа жизни во главе с Константином Васильевичем, его супругой. Вот эти замечательные люди. Скажите, вот вам нравится именно, это скандинавская ходьба? Да, да, да. Вам нравится именно с палками ходить или как вы себя чувствуете, когда вы просто ходите или с палками? У меня, например, ноги болели, теперь они у меня не болят. Я хожу каждый день. А как вас зовут? Жемеля меня зовут. Жемеля, а сколько вы уже ходите? Уже второй год хожу. Вау, круто, отлично. Так, а вообще, группа ваша когда организовалась? За год уже, да? Больше. Есть люди, которые больше, да. Кто пять, кто три. Мы пять лет уже ходим. Мы уже четвертый год ходим. Да. Петр Сарамин. Вот у нас. Десять лет. Ой, он девять лет уже ходит. Девять лет? Десять? Десять лет ходит, да. Я только неделю назад вообще узнала о скандинавской ходьбе, А вы уже десять лет ходите? Нет, без палки. Нет, без палки. А, без палки. А с скандинавской его только. Я пробовал. Вот четвертый год Лена ходит. Вот четвертый год, да. Да, без палки. Очень круто. Получается, а если, я вчера у Константина Васильевича спрашивал, а если сегодня будет, вот вчера, помните, было здесь в Октябрьске метель, буран? Каждый день ходит. Это не влияет. Если будут бураны, еще будете ходить. Буран, вы ходите. Ни на что не смотрят. Мы ходили тридцать три, буран, и мы здесь каждый день ходим. Еще раньше выходишь? Да. Не, ну что вас заставляет утром вставать, такую рань, и идти на мороз? Учить позитив. Уже знаете, заряд под эспирата, уже привычка, уже если один день не сходишь, уже все, как будто ты больной. Что-то не хватает. Вот каждый день. Как будто на работу бежишь. Сколько мы импенсионеров, мы на работу как будто бежим. Уже знакомые лица. Даже когда работали, так не ходили. А сейчас наоборот ходим. Это у вас уже такая спортивная семья вторая? Да, да. Мы уже друг друга. Мы уже узнаем друг друга, обнимаемся. Ора, любовь. Ора, любовь. Где ты была, все спрашивали, ай, в угол поставить. Где была, что случилось? Восьмерки не ставим, если не перешли. А, восьмерки не ставить. Не ставить? Не ставить. Премии лишаем, да? Не лишаем, да. Ну, я думаю, что главная премия ваша, это вот ваш позитивный настрой. Вижу, все довольные такие, жизнерадостные, энергичные. Ну, и, конечно же, это многим сейчас, в пример, да, даже вот, не было трудно, например, сегодня просто пойти там. Из-за того, что я Константину Васильевичу пообещал, я пришел, да. Поэтому, ну, пожелайте нашим зрителям, кто нас будет смотреть, что бы вы хотели пожелать, вот, и поделитесь своим позитивом. Ну, раньше, раньше был старый такой лозунг, делай, как я, делай, как мы, делай лучше нас. Вот так я призываю всех жителей от РАУ, от Тюрминска, в общем, последовать нашему примеру за здоровый образ жизни, чтобы мы были всегда на позитиве. Да, отлично. Все мы делаем для себя, на других не оглядывайся. Спасибо вам большое. Ну, желаем дальнейших успехов в вашей позитивной, энергичной жизни. Будьте здоровы, будьте счастливы, делитесь своей радостью и энергией. Спасибо вам. Спасибо вам. Ура! Ура! Спасибо. Спасибо. Мы находимся в Акчудинске, в оздоровительном комплексе на Уренбурге, в городе Кингтон-Станчина Васильевича. И вот здесь активисты этой группы, даже не знали, что нужно. Ну, пожалуйста, как долго вы занимались в будущем здоровье? Я в будущее здоровье пришла три года назад. Потому что три года. Да, я работала в целом. И четыре года стала смыслом моей жизни. Три года? Три года, да, уже пошла. И постепенно научилась. Это смысл нормально. Я подключила, что они уже получали. Да. Это где нас обязательны. Три года. Это где нас познакомь? Неизвестность. Да, который? Кроме того, мы не можем всегда это смысл нашей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...